Привет, мои хорошие! Ну что, эйфория со съемками закончилась, слава тебе Господи! Будем жить дальше, спокойно и размеренно. Сегодня у нас второй выпуск рубрики «Вопрос-ответ», который вы же сами и придумали. Начинаем с вопроса-ответа. Мне Настя Запригалова прислала фотографию, какие у нее получились бутерброды по моему рецепту. Бутерброды – завтрак от хороших людей. Вот она пишет. Бутерброды получились и всем очень понравились. Спасибо вам большое! Кстати, многие писали. Кто-то писал, что бутерброды прилипли к сковороде. Ну, я не знаю. Либо сковородка не прогрелась, либо масла мало. У меня сковорода с антипригарным покрытием, поэтому у меня ничего не прилипает. Маша Иванова. Живете два, а так много готовите? Ну, я ответила с юмором. А мы выбрасываем. Саша Фетт. Какое любимое блюдо? Вы знаете, очень трудно ответить на этот вопрос. Тем более, вы знаете, что я поесть люблю. У меня много любимых блюд. Но за фрукты я могу, как говорится, родину продать. Любовь Лукьян. Сделайте плейлист к рубрике «Тихо сам с собой». Мне дочь уже помогла, она уже сделала плейлист, поэтому можно смотреть от начала и до конца, убираясь, засыпая там, как угодно, кому как нравится. Многие засыпают, а спите на здоровье. Здоровый сон – это самое главное в нашей жизни. Так, Светлана С. Попробуйте наливочку, что сами делали. Как соотношение? Ведь такую бутылочку маленькую первый раз делали. Кстати, сейчас мы с вами ее откроем. И попробуем. Надеюсь, все помнят вот эту маленькую бутылочку. Помните, я тогда рассказывала, очень долго искала маленькую бутылочку. Вот при вас открываю. Ой, мать честная! Ай! Не, не облилась, все нормально. Ай! Не, ребята, сейчас подождите, возьму тарелку. А то точно обольюсь с головы до ног. Так. Вот бутылка, ставим ее на тарелку. Ага. Сейчас посмотрим, что у нас получилось. Так, наш бокал. Так. Ой, господи! Ага. Значит, так. Значит, так. Из этих импортных слив, смотрите, цвет получается не очень красивый. Побледнее. Но вино уже готово. Делала два с половиной месяца назад. Ну что, попробуем? Вывод такой. Из импортных слив в межсезонье делать нельзя. Есть небольшой привкус сливы. Совершенно небольшой. Очень сладко. Кислинки сливовой нет. Короче, это невкусно. Из импортных слив не делайте. Делайте только тогда, когда будет сезон наших слив, которые с кислинкой. И тогда цвет будет хороший, потому что цвет, смотрите, какой цвет. Видите? Он ярче на камере. Вот я посмотрела, чем он есть на самом деле. На самом деле, просто какая-то розовенькая водичка. Не делайте. Только из своих слив. Все. Я это пить не буду. Убираю. Вот. А то все время хороший результат, хороший результат. А результат оказался вот этот, плохой. И я вам его показала. Поэтому учтите и не делайте этого. Из покупных слив я делала вино первый раз. Вот мой оригинальный рецепт из садовых слив, которые у меня растут на даче, он, конечно, изумителен. Вино получается очень вкусное. Так что я думаю, что виноваты сливы. Поэтому я не рекомендую вам делать вино из импортных слив. Так, дальше. Регина Гордеева. Не у всех любимый жанр фильм ужасов. Какие фильмы вы пересматриваете? Ну, я очень люблю. Санктум, Голодные игры, Чужой, День радио. Сваты пересматриваю. Мне нравится. Даша Базуева из Армении. Кого из русских ютуберов вы смотрите? Я смотрю Надежда Пани из Москвы. Подарки с любовью. По-моему, это Ростов. Теден Кен, смотрю. Это молодой человек. Он учится еще в школе, в последних классах. Очень приятно смотреть его видео. Вы знаете, сразу вспоминаешь свою школу, свои общения. Очень интересно. Всплывают воспоминания. Так здорово. Задорные ребята. Открытые. Веселые. Находчивые. Мне очень нравится. Ну, я еще подписана на канал Руся Рулит. Это про Руслана из Новосибирска. Ой, это канал Руслана из Новосибирска. Тоже его смотрю. Старается мальчишка изо всех сил. Подарки с любовью. Это канал Любаши. Очень много интересного. Очень позитивная женщина. Очень она мне понравилась. Вот по энергетике мы с ней очень-очень похожи. И вот если бы жили бы рядом, наверное, дружили. Понравился канал. Надежда Пани. Очень нежная женщина-блондинка. Рассказывает про свою дачу. Про своих родственников. Кулинарные рецепты у нее очень хорошие. Нравится этот канал. Он очень такой спокойный. Такой, знаете, вот уравновешенный. Ссылки на эти каналы я дам под своим видео. Кто хочет, пожалуйста, может зайти посмотреть. Продолжаем дальше. Любовь Путина Лондон. Рулю по Лондону домой. И слушаю ваши тихо сам с собой. Эрик, предка. Какие ваши ощущения, когда Алла рассказала про беременность? Радость. Радость. Потому что было немножечко проблематично с этим делом. Радость. Неожиданная, большая радость. Данил, о чьем канале я говорила. А вы верите в Бога? А вы молитесь? Я верю в Бога. Верю. И молюсь. Но, наверное, неправильно. Я не молюсь каждый день. Но я обращаюсь к Богу. Я разговариваю с Ним. Я хожу в храмы, но редко. Но хожу. Чаще я перед иконой разговариваю. Я для себя считаю, что это правильно. И он неоднократно мне помогал. И когда я ощущаю и вижу реальную его помощь, я всегда иду в храм и заказываю благодарственный молебен. Как мне в храме сказали, что это нужно делать. Но мало кто это делает. Это надо делать. Диана Великая. Почему песики нас облизывают? Ну, как сказал мой муж, все как в стае. Вожака облизывают, выражают свое признание, любовь. Я думаю, из-за этого. Еще Диана Великая. Кстати, а насчет доедать за собакой? А, у меня просто было видео, и одна девочка написала, зачем вы за собакой доедаете мороженое. Ну, я уже об этом говорила, да? И вот на комментарии той девочки Диана Великая написала. Кстати, я насчет доедать за собакой. Диана пишет. Я отдаю собаке попить молоко из моей чашки. Я сразу вспомнила одну историю. Моя самая близкая подруга, мы с ней дружили 18 лет, познакомились уже взрослыми, вместе работали. Ирочки сейчас нет в живых, в царстве ей небесное. И вот Ирочка приехала ко мне однажды на дачу. У меня была собачка Ника, Юрик тоже. Я вам рассказывала о ней. И вот у нас оставалось молоко совсем-совсем чуть-чуть. Я налила Ирочке в кружку, чтобы Ирочка на ночь допила. Ну, Ирочка что-то пошла вечером там во двор, ей надо было выйти. А когда приходит, а я была в ванной комнате, Ирочка когда приходит и говорит, Любаш, ты мое молоко выпила? Я говорю, нет, Ириш, я не пила. Она говорит, ну вот посмотри, поставила на край стола, вот чашка, мы смотрим, чашка абсолютно пустая. То есть там была вот половина где-то, чашка пустая. Я говорю, Ириш, я не пила, я не знаю. И вдруг она поворачивается, смотрит на Ника и говорит, а ну-ка иди сюда. Ника поджала хвост и медленно-медленно подошла к Иришке. Иришка говорит, на чашку показывает, кто это сделал, кто это сделал? Ника поджала хвост, вся распласталась по полу. В общем, короче, пока нас не было. Ника залезла на диванчик и аккуратно, не пролив ни капельки, и даже не сдвинув чашку с места, выпила все молоко. Вот такая история была про Нику. Так, ну теперь немножко приветов. Виткоп. Это Ник. Передаю огромный привет Маришке и дочке Ксении, ей 5 лет, в Белоруссию. Привет, девчонки. Кобре Королевской от меня огромный-огромный привет и благодарность. Это она мне подсказала, что есть такой канал Надежды Пани. Я на него подписалась, я вам о нем уже говорила. Оксана Белтажи. Передайте привет мужу Мохаммеду в Италию. Муж Мохаммед. Оксаны, передаю вам огромный привет. Комфимур. Моя бабушка ваш фанат, но стесняется снимать видео. Как ее раскрепостить? Ну как, помочь бабушке? Чтоб снималась. Поснимайте ее, пусть она посмотрит на себя со стороны. Ну а я в свою очередь вот передаю привет. Бабушка Яна и Настя живут в Волновахе. Огромный вам привет от нас. От моей семьи, от меня, от Аллы, от мужа Бориса. Татьяна Максаткина. Вот, ребята, вот перед кем я виновата, так это перед Татьяной Максаткиной. У нее 18 января был день рождения. И в сообщении я написала, как бы не забыть поздравить вас с днем рождения. Татьяне исполнилось 27 лет. Я закрутилась, я завертелась, и я забыла поздравить. Татьяна, простите меня ради Бога. Я хочу вас сейчас поздравить с днем рождения. Пожелать вам всего самого-самого хорошего, доброго, светлого и исполнения всех ваших желаний, а самое главное, крепкого здоровья. Простите меня еще раз. Вот, забыл. Вот такая я. А теперь от меня вопрос к вам. Я не знаю, подписчица она у меня, не подписчица. Я потеряла Оксану. Ник у нее Пушной СЭС. Она давно не писала сообщения. Немножко я за нее волнуюсь. Оксаночка, если вы меня услышите, напишите, пожалуйста. Вот столько вопросов, вот столько ответов. Как я уже говорила, в трансляции очень трудно уловить ваши вопросы, действительно то, что вы хотели бы узнать обо мне. Поэтому мне приходится снимать вот такие видео. И еще у меня есть от меня благодарность Екатерине Гавриловой. Катя прислала мне и Аллочке посылочку со сладостями. Катя, никого не подпускала к вашей посылочке, пока все не сниму. Ну вот, на камеру распаковываю и показываю Катин подарок. Катенька, огромное вам спасибо. Знаете, как приятно было получить... Извините, первую посылку в жизни. Вот, смотрите, Катюша прислала мне вот такое полотенчико. Ну, опять, наверное, я неграмотно говорю, но я говорю так. Вот такое полотенчико с Дедом Морозом. Поздравление с Новым Годом! Красота! Такие вещи всегда в доме нужны. Ой, какой прекрасный магнитик! Посмотрите на холодильник! Сейчас покажу поближе. Ой, он даже со звоночком! Ребята, оказывается, как это все приятно! Вот, смотрите, маленький цыпленок. Колокольчик обязательно, обязательно повешу у себя на холодильнике. Господи, какая же красота! Варежка. Цыпленок в варежке. Счастье, добра, уюта и тепла. Катя, спасибо большое! Дорогому и замечательному, то ли дедушке, то ли дяде Борису, крепкого здоровья и всего самого наилучшего. Да, я Катюше обмолвилась, что Борис у меня очень любит сладости, и он очень любит пастилу. Катюша прислала нам пастилу. Ой, Катюша, внимательный человечек. Ой, и вот здесь вот такая вот открыточка с Новым Годом. Посмотрите, какая прелесть! Боже мой, как же это все нежно, так все это приятно! Ой, Катя! О, пастила с мармеладом. Видимо, с цукатиками. Тоже от Шармель и от Кати. Борису вкусняшек много не бывает. Катя, это правда, вкусняшек много не бывает. Борис будет счастлив. Он вокруг этой сумки ходил уже давно, как только я забрала сумочку от Аллы. Семьи великолепной Любовь Алексеевны. Приятного чаепития! Представляете, мало того, что вкусняшек к чаю, еще и сам чай. Катя, безмерно благодарна. Вот, ну, безмерно. Вы знаете, вот такие простые радости доставляют столько счастья. Боже мой, не ожидала. Ой, ой, мама дорогая. Катя, кто спрашивал, какое блюдо я больше всего люблю? Я сказала, фрукты. А это, это, я это люблю больше, чем фрукты. Я вообще зефир и пастилу не ем. Но зефир в шоколаде Шармель, это мечта. От этого я отказаться не могу. Катя, ай-яй-яй, спасибо большое. Самому золотому человечку Любовь Алексеевне. Спасибо, моя милая, что вы решились и открыли свой канал. Никогда вас не брошу. Всегда на защите. Спасибо, Катюш. Но я уже тоже стала сильная. Так что, все равно спасибо большое и за заботу, и за подарки. Очень приятно получить было, очень. И вот такую открыточку Катюша прикрепила мне к Шармелькам. Цыпленок нежный, желтенький. Боже мой, ну какая же прелесть. Катя, большое вам спасибо. Дай Бог вашей семье крепкого-крепкого здоровья. А вы мне, Борису Сергеевичу и Аллочке доставили истинное удовольствие. Ну, наверное, это будет не скромно сказать. Но это очень приятно. Это так приятно. Я вообще-то посылки получала только, когда что-то заказывала на Алиэкспрессе. А вот так, чтобы для души первый раз. Спасибо большое. Очень приятно. Очень. А еще Катюша прислала мне открытку. Вот такую. Очаровательный кот. С чашечкой ароматного кофе. В открытке написано. Приятных долгих посиделок, Уютных зимних вечеров, И кружек с чем-нибудь горячим, И самых теплых нежных слов, Улыбок, шуток, разговоров, Всего, что в стужу согревает, Что удовольствие приносит, И сердце счастьем наполняет. Тете Любе, Дяде Борису, С наступающим Новым Годом, мои дорогие! От Кати Гавриловой. Спасибо большое, Катюша. Спасибо от всей души. Ну что, а сейчас я могу с шармельками попить чай. Я жалею, что я не могу вас угостить, И вы не можете вместе со мной попить чайку С этими прекрасными шармельками. Ну ничего. На этом это видео заканчивается. Оно небольшое, но очень душевное. Я всех вас люблю. Вы у меня самые лучшие на Ютубе. Спасибо вам большое, ребята. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok